книга открытым оком том 9 тема политика вопрос 2261 ваша община как-то нигде не проявляла себя в деле воссоединения двух частей русской церкви уточните вашу позицию на сегодняшний день отвечает игнатий тихонович лапкин мы заняли в ожидательную позицию гамалиила деяния 5 глава с 38 по 39 стихе цитата ибо если это предприятие и это дело от человеков то она разрушится а если от бога то вы не можете разрушить его берегитесь чтобы вам не оказаться и бога противниками мы наблюдаем за всеми передвижениями друзей и недругов по этому делу в курсе всего держим друзей недавно я написал письмо нашему правящему архиерею ишимско-сибирскому евтихию высказав нашу позицию кавычки открыты владыка евтихий мир вам как ваше здоровье хорошо ли было в пути и при посещениях думал о ваших словах о вашей встрече с кириллом табачным все они и все обман творят им верить нисколько нельзя делаю несколько выписок из разных изданий и сделайте сравнение с сегодняшним что осталось от того что было замысленно что еще будет тогда предполагался ли это самое сегодняшние речи товарища козлова нет ни слова правды а все грубое и тяжелое неправда и одно хорошо он сказал чтобы приехали и на месте бы посмотрели на них на их служение тогда во веки веков бы не дергались и сидели бы на своих развалинах отец евтихий в кавычках встречи на страницах православной руси 1991 год номер десятый страницы с шестой по десятую в кавычках сделайте ради нас грешных доброе дело кавычки открыты но при всем блеске я видел внутреннюю пустоту ложь и бездуховность стал я вести себя дерзко я убедился что синод московской патриархии не может слушать правду и действовать по правде я уже не мог ему больше доверять фактически я перешел в зарубежную юриде юрисдикцию 10 января 1990 года тотчас начались проповеди пресыщенные клеветой и ругательствами против всех нас шести сибирских священнослужителей ушедших под омофор зарубежного синода епископ антони оказался весь лживым у нас накопилось достаточно опыта и фактического материала чтобы составить мнение не только об отдельных архиереях родился я в 1955 году был в комсомоле и вот в армии на первом году службы твердо решил поступать в семинарию стал учить молитвы их дед мне высылал в письмах когда выучился читать по церковнославянски поехал в город омск на послушании к архиерею был духовником епархии на клиросе обычно две бабушки по 90 лет самые младшие прихожанки 60 лет но одна плохо слышит а другая плохо видит в приходе моим пять активных прихожанок с ними мы убираем храм и выполняем все необходимые работы 7 лет я у них служил но однако они верят всяким сплетнем будто я и католик и паптист до последнего времени от какой-либо агитации среди них я воздерживался хотелось чтобы они судили о свободной российской церкви не по словам а по делам но после посещения нашего прихода епископом димитрием понял что настала пора посещения с проповедью приходов московской патриархии прошлым летом приехали два священника и зачитали указ епископа антония о запрещении меня в священнослужении священники пользуются невежеством верующих благо что патриархия сама воспитала такую пасту однако и епископ димитрий не обошелся без лаганья сильно мешают просто повальная подозрительность чего я увы не лишен как бы не старался от этого избавиться мы должны принять меры предотвращения проникновение таких типов хорошо то что появление наших приходов расшевелила московскую патриархию заставил ее в собственных приходах действовать более активно наиглавнейшая мера по укреплению наших приходов это подъем на приходах духовной жизни нам хотелось бы более приблизиться к первохристианским взаимоотношениям между прихожанами и приходами как основанных на святых принципах принципах соборности взаимодоверия у нас сибирских священнослужителей сложилась прочная группа среди которой мы полностью доверяем друг другу и сейчас мы видим какие делаются попытки со чуждых сил проникнуть в церковь мы поняли что и зарубежная церковь и российские ее приходы стали главным объект объектом их разлагающие деятельности пока что не слышно чтобы м.п. решила сменить своего патриарха а без его смены отказ от экуменизма невозможен так как он сам активнейший экуменист для воссоединения нужны и другие покаянные дела в общем надеяться на это в скором времени не приходится на сей день она изо всех сил старается оправдать сергианство так что я думаю что эти чаяния не соответствуют действительности кавычки закрыты в кавычках нужно преодолеть односторонность в оценке церковной истории интервью с протеереем максимом козловым кавычки открыты большинство клириков высказывались за нахождение путей к достижению нашего единства причем это была элита клириков рпцз это были именно те потомки первого поколения миграции общение с нашими клириками побудило их встать на трезвую церковную позицию оппонентами является несколько групп это несколько архиереев я не буду сейчас называть их имена эта часть клириков малообразованных даже в истории собственной церкви есть такие люди которые не знают и не хотят знать реальной жизни нашей церкви и теперь когда зарубежная церковь разворачивает церковный курс в новом направлении принять это психологически трудно вторая категория оппонентов это перебежчики из московской патриархии как находящиеся ныне на территории нашей страны так и зарубежье для очень многих из них ситуация восстановления евхаристического общения может оказаться фактором при котором выяснится самые неприятные события из их жизни из канонического статуса и поставить под сомнение чистоту их рис мужественность в кавычках их подвига по переходу в зарубежную церковь среди них были лица которые меняли уже несколько юрисдикций вероятно поменяют еще одну при достижении нами единства но это тот балласт от которого и самой зарубежной церкви хорошо бы избавиться в частных беседах многие священнослужители говорили о том что они поняли какую ошибку допустила зарубежная церковь согласясь и на открытие приходов на территории россии и на самый факт широкого приема перебежчиков из московской патриархии без внятного исследования их жизненного и канонического статуса в перерыве между заседаниями множество батюшек подходила к нам и извиняла за своих собратьев которые допускали те или иные некорректности говоря что кавычки открыты не судите их строго и у нас есть хамы и у нас есть люди которые ничего уже не поймут и не могут понять кавычки закрыты желающие видеть только ссор и немощи видят человеческие немощи и недостатки которые конечно есть в нашей церковной жизни патриарх говорит о них каждый год в частности на епархиальном собрании о тех очевидных изъянах которые есть в нашей церковной жизни так что надо приехать и увидеть что реально имеет место в нашей церкви при всем осознании наших немощей все мы ехали с глубокой убежденностью в принципиальной исторической правоте пути русской православной церкви московского патриархата кавычки закрыты александр и невский вестник барнаул номер 2 за 2004 год страницы 4 5 стих посвященный ц михаилу обидчивый мужик расстроенный лежит не болен полутресв он зубы точит кто сделал замечание мне того ножом я вжиг и нет его нахалок полуночи а я что я я никому не раб друзей я не имел и мне они не к спеху а дьявол рядом топчется от сердца рад не зря спешил к постели но мужика наехал обиду распаляет от захудалой спички припоминает тон какой каким ему сказали безгрешен я все у меня отлично на животе вершок на будущее сало я не обязан вам в друзьях я не нуждаюсь не капайте мне в душу я не раб два генерала обмерли глаза как у китайца не зубы а клыки показывает хряк пропала наша дружба с мужиком ковришки зря он пек мы их не ели как жаль с писанием он вовсе не знаком что есть душа даже в пропитом теле услуга за услугу так хотелось божественным кормильцам угостить характер размягчить работы сельской на топью вымыслов чтобы намастить настил муж генералом сразу нахамил стал умничать поутру с позаранку а как с первоначала был он мил ни слова вовреки не перебранки духовные что дать ему могли возвысило бы выше генералов подсчитывал он за еду рубли не посчитал что ухом и сердцем брал он решила сбежать крошиться зубы стали не удержать а нежность на двоих никто лишь только бог священное писание поможет удержать чуть-чуть конечно стих 29 сентября 2003 год игнатий тихонович лапкин